Автокросс Счастливый семьянин, отец трех дочерей, который с особой гордостью говорит о двух внучках и двух внуках. Йонас Дерешкевичус. Гражданин Литвы, заслуженный тренер Литвы по автомобильному спорту, многократный чемпион и призер Литвы и Советского Союза в соревнованиях по ралли и кольцевым гонкам 70-х-80-х годов прошлого столетия. Действующий тренер и просто современный человек с огромным автоспортивным и жизненным опытом. Йонас Дерешкевичус рос обычным советским мальчишкой, таким же, как и десятки других вокруг. Учился в школе, серьезно занимался плаванием. И если бы не одно обстоятельство, он мог бы, наверное, достичь заметных успехов на спортивных водных дорожках. Закономерная случайность до определенного возраста караулила Йонаса во дворе его дома и в один прекрасный момент изменила его жизнь. Я жил в то время во дворе политехнического института, где была секция автоспорта. Досафовский клуб, где там и мотоциклы, и водомоторники, технические виды спорта. В основном там базировались автомобильные спортсмены. Ну, вот это как-то интересно было. Там всегда много молодежи, много шума от этих моторов, когда было. И сначала, я так понимал, поверхностно хотелось только скорости, как и всем наверняка. А потом мой отец сказал, белыми перчатками ничего у тебя не получится, не будешь. Ты должен свои руки засунуть в масло, почувствовать чувство металла, как собрано, как работает все. И именно с этого началось, что я был допущен к тому, что позволили мне мыть какие-то детали по двигателю. В то время мы про экологию мало понимали. Мыли в бензине с руками. Этот запах бензина был приятный. Быть в коллективе и ощущать свою востребованность команды единомышленников – это большая удача. Она рождается из очень личного и крайне ответственного отношения к делу. Слова отца про белые перчатки Йонас понял правильно и еще не раз в жизни следовал родительскому совету. Конечно, для любого мальчишки или юноши из спортивно-технического клуба пределом мечтаний была возможность стать настоящим гонщиком. С Йонасом случилось это в 1972 году. Член экипажа, штурман, не мог выступать. Мне они позволили заменить этого штурмана и поехать на ралли. Вместо него, конечно, знаний никаких не было. Я помню первое, куда, как выехали из города. Знал, куда, направление потом. Первое, первый перекресток, на котором нужно было правильно направить езду. Я поехал не туда. И сон мучил. Эта дорожная книга, так называемая в то время легенда, выпала у меня из рук. От того, что я заснул, от непривычки. За первым штурманским опытом последовал второй, третий. И вскоре Йонас уже неотъемлемая часть раллийного экипажа литовской команды. Гонки в Литве, других республиках Прибалтики, в чемпионате Советского Союза. И это только раллийная часть профессионального теперь уже увлечения Дерешкявичуса. Всякое, конечно, бывало, но в списке спортивных достижений Йонаса Дерешкявичуса с каждым новым сезоном добавлялось трофеев. Каждое достижение имеет свое, свою ауру. Поэтому я, вспоминая каждые эти гонки, на которых мне приходилось участвовать, это как часть моего пути. Я не могу сказать, что есть какая-то победа, которая сверкает до сих пор. Нет, просто это составные части всей этой мозаики, в которой мы каждый делаем свой портрет, как гонщика или как художника. На рубеже 70-х и 80-х годов 20-го столетия Йонас Дерешкявичус становится членом команды, которая представляла Советский Союз на кольцевых гонках, в том числе и международных. Впечатления очень глубокие в то время были от выступления в составе сборной страны на Кубке Социалистических Стран. Там был для нас вроде бы вызов, потому что соперники – все самые быстрые гонщики из этих стран. В основном каждый спортсмен в то время, было ли это кольцо, было ли это ралли, они сами строили эти автомобили, готовили, должны были быть. И иметь не только мастерство по вождению автомобиля, но и инженерные какие-то знания, и даже способности слесаря обрабатывать. Иногда нужно было детали доделывать во время гонок. Да, в 70-е и 80-е годы в Советском Союзе не было как такового спортивного машиностроения. Так что пилоты только в редких случаях могли рассчитывать на дорогие детали зарубежного производства. А в основном сами модифицировали детали, способные выдержать большие нагрузки. Очень большая проблема была с износом распределительного вала. И мы тогда в институте обратились, я как студент обратился к преподавателям. И они посоветовали наварить с твердым сплавом этот. Ну, помню, мы там печку в лаборатории разогрели, засунули там, нашли эти стержни. Очень интересно это было для нас, как бы, это и развитие инженерным планом. И достигли того, что распредвалы перестали изнашиваться. Если детали из металла еще как-то можно было модифицировать, то проблема с покрышками решалась куда труднее. Обычно мы ездили на той резине, которая была в продаже, на которой ездили москвичи. Потом появилась такая 130-я радиальная резина. Сначала она диагональная, простая резина. Поведение автомобиля в корне изменилось, как поменялась конструкция колеса. И, конечно, и скорость совершенно другая. Ведь когда нет сцепления с полотном дороги, неважно, сколько ты имеешь лошадиных сил, ты всегда ограничен количеством контроля. Пилоту современного спортивного автомобиля достаточно обладать основами инженерных знаний, чтобы участвовать в настройке машины на гонку. 30 лет назад все было по-другому. Мы просто всегда делали за суши рукава. И сколько ты больше отдашь себя, и как дальше уйдешь за предел и не упадешь, тем быстрее ты будешь по отношению своих соперников. Такая школа советского автоспорта позволила Йонасу Дерешкевичусу широко применять свои знания в качестве технического консультанта. Он успешно строил спортивные моторы. Автомобили с его двигателями надежно трудились на благо пилотов-лидеров. Йонас не любит рекламы, не стремится к известности. Она сама приходит к нему, уникальному человеку, тренеру и гонщику. Скромный от природы, Дерешкевичус просто надежно делает свое дело, параллельно делясь опытом с действующими пилотами. Леонас Видейкис, Владас Лауринавичус, Андриус Аустинкас, Рамунас Чапкаускас, Рокас Липейкис, Алексей Григорьев, Юрий Гришин, Саулюс Гердаускас, Сергей Успенский, Аурелиус Симашко, Казим Василяускас. Со многими известными автогонщиками свела судьба Йонаса Дерешкевичуса. Всех их и не перечислишь. Был очень интересный этап в моей жизни, когда я получил звонок от своего соперника и друга Алексея Григорьева. Для меня это был первый шаг в тренерский мир. Мне предложили работу в Москве с одним спортсменом. Цель была научить его подготовить для ралли. И там среди них был Сергей Успенский в коллективе. Я сразу заметил, как его глаза горят больше всех, даже из самого гонщика. У него действительно очень большой интерес был к автомобильному ралли. И действительно сразу пылала очень большая страсть. И мы все больше и больше начали говорить про езду. И он такие вопросы задавал. А как это? Как это? И в конечном итоге получилось, что мы даже по телефону обсуждали разные возможности, что может человек себе позволять, будучи за рулем, когда ставит цель ехать по-спортивному. Сергей был одним из таких, который действительно ловил все на лету, понимал глубину. И то, что сегодня ему удалось создать такую команду мирового уровня. Я в этом не вижу ничего необычного. Эта страсть, которая пылала в его молодых глазах в то время, и явилась этой основной силой. Я пока на первом месте в группе, но мое преимущество не слишком велико, а значит вся борьба еще впереди. Хотя я чувствую, что есть возможность еще прибавить в скорости, и это придает мне уверенность.